МИГ-31 Двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31 первый российский боевой самолет четвертого поколения. Созданный почти 25 лет назад, он и сегодня является самым скоростным и высотным действующим боевым самолетом в мире. МИГ-31 МИГ-31 создавался для большой войны, где основными целями должны были стать стратегические бомбардировщики самолета дальнего радиолокационного обнаружения и самое главное, он может сбивать крылатые ракеты. В 70-е годы рубежи Советского Союза защищал дальний перехватчик Ту-128 и истребители Су-15. Но с появлением у США бомбардировщика средней дальности ФБ-111, способного прорываться к цели у самой земли и стратегического Б-1, 128-й, а вместе с ним и многие другие предшественники 31-го МИГа, не могли больше обеспечивать гарантированный перехват цели. МИГ-31 Еще одной неприятной для СССР новинкой стал американский высотный разведчик Локхит СР-71А, обладатель непобитого и по сей день рекорда скорости. 71-е беспрепятственно летали вдоль наших границ в Заполярье и на Дальнем Востоке, предоставляя американскому командованию ценную информацию. В нашей стране срочно требовался новый самолет, способный перехватывать эти дорогостоящие самолеты-ракеты. Инженеры и конструкторы Микояновского КБ уже работали над прообразом будущего МИГа-31. За основу был взят МИГ-25, но от него остались лишь внешние черты. Два киля, два скошенных воздухозаборника по бокам фюзеляжа. Дальше начинаются различия и весьма существенные. Мощь заключается, наверное, в первую очередь в тех дальностях, то есть возможности прицельной системы, которые в него заложены, то есть дальности обнаружения, захвата пуска, то количество воздушных целей, которые он может одновременно сопровождать, обстреливать, и тот, будем так говорить, фронт, который он может в одиночной или в составе отряда перекрывать, чтобы не пропустить воздушного противника к обороняемым объектам. По мнению экспертов, именно появление 31-х привело к тому, что американцы сняли с вооружения свои скоростные высотные «блэкберды». После появления МиГ-31 эти уникальные машины перестали быть неуязвимыми. Как только новый МиГ стал поступать в приграничные эскадрильи и осуществил несколько перехватов, активность американской авиации резко снизилась. Когда служили при граничных районах, то там очень часто были неучебные тревоги, тем более, что дежурные силы, в общем-то, которые выполняют боевую задачу, они для этого предназначены, в первую очередь не по учебной, а по настоящим целям. Двухместным 31-й стал не случайным. Для того, чтобы полноценно использовать его мощное вооружение и высокотехнологичное оборудование, на борту должен был размещаться еще один пилот. Экипаж самолета, если обратили внимание, два человека, летчик и штурман. Штурман занимается навигацией и всем прицельным комплексом вооружения, летчик занимается пилотированием, ну и выполняет основную боевую задачу, то есть пуск ракеты по воздушной цели. Боевая эффективность самолета напрямую зависит от состава и возможностей его вооружения. Вот оно, главное оружие 31-го Мига, ракета Р-33. Дальность ее пуска составляет 120 километров. И таких ракет самолет может нести 4 штуки. Ракеты подобного класса есть только на американских F-14. Но о том, кеты уже практически сняты с вооружения. Сейчас в России созданы новые ракеты Р-37 с дальностью пуска до 280 километров. Помимо этого, самолет несет и несколько ракет ближнего маневренного боя. Он может одновременно обнаруживать и сопровождать до 10 целей, идущих на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями. Аппаратура сама выбирает 4 самых опасных цели. Их размеры и скорость значения не имеют. Прицел 31-го попадет и небольшая крылатая ракета, крадущаяся у самой земли, и скрывающаяся в складках местности вертолет, и несущаяся на громадной высоте сверхзвуковой самолет-шпион. Даже знаменитому стелс не уйти от 31-го. Успех атаки гарантирован. Независимо от метеоусловий, времени суток или активности использования противникам средств радиоэлектронной борьбы. Самолет сам по себе, видимо, уникальный. Те боевые задачи, которые он может решать одиночно, наверное, не под силу ни одному истребителю ПВО на сегодняшний день в мире. Ну а в составе отряда четырех самолетов эти задачи, наверное, не под силу некоторым эскадрильям. Четверка 31-х перекрывает фронт 800 километров. Обмен информацией между самолетами группы идет постоянный. Все задачи, связанные с поиском целей и координацией группы, автоматически решаются бортовыми системами. Кроме этого, МиГ-31 может управлять атакой нескольких истребителей другого класса, обладающих менее совершенными радиолокационными средствами. В отличие, допустим, от Су-27 или МиГ-29, который маневренный истребитель, он в маневренности, конечно, уступает многим. Но до блюжнего воздушного боя, я думаю, что на этом истребителе никто дело доводить не собирается. Мы всех врагов собьем в дальнем ракетном. Для самолета своего класса МиГ-31 неприхотлив к взлетно-посадочным полосам. Уникальное тележечное шасси, на котором колеса располагаются так называемым «разнесенным тандемом», позволяет использовать аэродромы практически с любым покрытием ВПП и в практически любом состоянии, включая обледенение. Температура на улице минус 30, ночью она опускалась до 37. Сложнее всего в таких условиях приходится техникам и инженерам. Но, несмотря на все это, самолет уже готов к полетам. Суровые морозы этому самолету нипочем. Машина и создавалась в первую очередь для использования в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока страны. Сегодня идет работа над модернизацией МиГа. Новая электронная начинка 31-го даст ему вторую жизнь. Но таких обновленных машин пока немного. В боевых частях процесс замены возрастных самолетов идет крайне медленно. Есть проблемы и с летными кадрами. Молодые летчики, приходя в боевые части, не готовы к индивидуальным полетам. Им еще надо многому научиться. У самолета МиГ-31 нет учебной модификации. Для обучения летчиков использовались парку МиГ-25. Но они же выработали свой ресурс. И теперь летчики вынуждены проводить очень много времени на тренажере. Конечно, во второй кабине управление полностью дублировано. Но полноценной заменой учебному самолету 31-й быть не может. Когда эти самолеты поступили на вооружение, управлять ими могли только пилоты первого класса. Сейчас эти требования стали мягче. Но, тем не менее, для того, чтобы молодой пилот смог хотя бы просто поднять эту машину в воздух, требуется около года интенсивных занятий на специальном тренажерном комплексе. В этой части подготовка молодого поколения, тренировки и полеты уже опытных пилотов неразрывно связаны с боевым дежурством. Истребительный авиационный полк защищает Москву и западные подступы к ней. МиГи – машины дальнобойные. И зона ответственности части громадна. Великая ответственность. Эти люди прикрывают от ударов многие миллионы россиян. Сердце нашей страны. Учеба здесь максимально приближена к реальным ситуациям. И не прекращается никогда. Внимание на объектах аэродрома. Московское время. 15 часов. 1 минута. Дежурным силам. Готовность номер 1. Приняли маловысотное. МиГ-31. Этих самолетов на вооружении остается все меньше. Старые постепенно вырабатывают свой ресурс, а новых уже не строят. Но для нашей страны с ее огромными просторами этот самолет по-прежнему имеет стратегическое значение. Серийное производство МиГ-31 начали в 1979 году. С тех пор его многократно улучшали, модернизировали, приспосабливали для решения новых боевых задач. В конструкцию самолета заложен огромный резерв. И обновлять ее можно долго. Но главный резерв МиГа – люди, пилоты. Когда-то их предшественники восторженно приняли новую машину. Сегодня молодые летчики тоже очень хотят летать на 31-м. Была бы возможность. Субтитры создавал DimaTorzok